Травма связок колена. С таким диагнозом звезда мирового футбола, нападающий Барселоны Лионель Месси, выбыл из строя. По прогнозам врачей, о футболе аргентинцу придется забыть до Нового года. Месси далеко не редкость. Знаменитый итальянский доктор и профессор Пьер Пауло Мариани считает, что проблемы со связками – это хронический спутник спортсмена во все времена. Иногда такие травмы сопровождаются разрывом передней крестообразной связки и внутреннего мениска. Тогда восстановление может затянуться более чем на полгода. Во время сильного удара по мячу стопа футболиста подвергается микротравматизации, что приводит с течением времени к развитию артроза, костным разрастаниям экзостозом, повреждением хрящей многочисленных суставов стопы, воспалению... В последнее время все больше людей выбирают здоровый образ жизни и начинают посещать фитнес-центр. Казалось бы, это здорово, однако в некоторых ситуациях они вредят своему здоровью. Я попросил трех посетителей стандартного фитнес-центра выполнить свои три любимых упражнения. Мы посмотрим, укрепляют ли они свое здоровье или калечат себя. Становая тяга является одним из ключевых упражнений в фитнесе и бодибилдинге. Однако по неправильной технике выполнения это упражнение может стать опасным. То, как выполняет упражнение этот человек, точно приведет к травмам коленных суставов и позвоночника. Вы давно занимаетесь со штангой в зале? Третий раз всего. И вы считаете, что вы все делаете правильно и ожидаете роста какого-то результата? Ну да, несколько раз видел, как мои друзья выполняют, ну да. Выполнение упражнения в такой манере приведет вас в лучшем случае на больничную койку. Худше может быть у вас даже сделать инвалидом. Что делаете вы, да? Вы все упражнение делаете на прямых ногах и когда опускаетесь вниз, вы ощутимо гнеете спину. Как делать правильно? Ноги всегда в исходном положении чуть-чуть согнуты. Спина всегда остается ровной. Это вопрос принципиальный. Опускаетесь вниз, взгляд перед собой. На выдохе поднимаете. Колени остаются, как вы видите, чуть согнуты всегда. И опускаете вниз с прямой спиной. Если вы будете делать это упражнение таким образом, то вы разделите свои цели, укрепите свое здоровье. Ну и станьте практически таким же красивым, как и я. А вот эта красивая девушка буквально убивает свою поясницу. И несомненно, все дело закончится травмой. Я, как настоящий джентльмен, не могу на это смотреть спокойно и понятно, я остановлю красавицу от уволнения губительного для него упражнения. Вы делаете две грубейшие ошибки. В первую очередь вы излишне скручиваете спину внизу и переразгибаете ее в верхней фазе упражнения. То есть это делать точно нельзя. Делаем все медленно, аккуратно. Итак, спина прямая, опускаемся вниз, внизу не задерживаемся, напрямляемся, при этом не переразгибаемся. Ну вот совсем другое дело. Согласитесь? Да. Как вы считаете, над какой группой мышц вы сейчас работаете? Прокачиваю внутреннюю поверхность бедра. Действительно. Это упражнение великолепно прорабатывает именно эту группу мышц. Однако, если это делать упражнения слишком часто и со слишком большими весами, мы рискуем заработать очень опасную патологию – спортивную грыжу. К сожалению, ее очень трудно диагностировать. Человека длительное время могут успокоить сильные боли, а он даже не понимает, что с ним происходит. Подробнее об этом заболевании мы поговорим через несколько секунд. При спортивной грыже основными причинами боли являются слабость задней стенки пахового канала и компрессия чувствительной ветви бедренно-полового нерва. При этом внешне заболевание никак не проявляется. Чаще всего от спортивной грыжи страдают футболисты, хоккеисты, баскетболисты и рыбисты. Болезни суставов у легкоатлетов и футболистов. Теннисный локоть у мастеров ракетки. Проблемы с сердцем у лыжников и марафонцев. Список можно продолжить. Профессиональные недуги неизбежны при серьезных нагрузках. Главное – вовремя выявить проблему. А занимаются этим спортивные врачи. Редактор субтитров А.Семкин